Наш следующий эксперт вместе с нами смотрел и с вами этот сюжет. Виталий Максимов, кандидат экономических наук, председатель совета директоров Транспроект Групп. Здравствуйте. Добрый день. Да, Виталий Вячеславович, дороги убиты, много чего закрывается, мы читали это в СМС. И при этом в самом начале мы говорили о миллиардах, которые государство действительно тратит на развитие комплексных сельских территорий. Сколько нужно денег действительно, чтобы решить все эти проблемы? И дороги, и рабочие места, и инфраструктура, и так далее. Очевидно, что этих денег мало, или дело не только в деньгах? Ну подождите, давайте мы разделим. Инфраструктуру, в первую очередь, я так понимаю, вы говорите о государственной и муниципальной инфраструктуре, ответственность за развитие и содержание которой у нас лежит на государстве или муниципальном образовании. Надо понимать, что если мы говорим об инфраструктуре ЖКХ, то износ в отдельных местах составляет 90 и более процентов. Мы долгие годы не вкладывали в инфраструктуру соответствующих и нужных объемах денежных средств. Государственные вклады. И по этой причине эта потребность, она только накапливается. Так что здесь быстрого решения, к сожалению, нет. И механизм только тот, что давайте пытаться частные средства, потому что бюджетные априори ограничены, давайте пытаться привлекать частные средства в эту инфраструктуру без передачи этой инфраструктуры в собственность частному инвестору. Часто такие механизмы есть. Вот это, на мой взгляд, единственный способ эту инфраструктуру усовершенствовать. И так идут во всем мире. И нам надо так же. СМС из Волгоградской области. На селе работа есть, но зарплата маленькая, потому что у нас хлеб, молоко, мясо должно стоить копейки, а топливо удобрение по мировым ценам. Вот смотрите, мы, кажется, экономический рост в сельском хозяйстве наблюдаем очень давно. Ну там года с 99-го, например. Ну были когда-то засухи. Объясните, пожалуйста, почему этот рост не превращается в решение как раз сельских проблем и, собственно, улучшения качества сельской жизни? Ну потому что активное развитие и сельхозпредприятий, которые мы наблюдаем, эти сельхозпредприятия частные, а инфраструктура государственная. Поэтому у нас частные предприятия эффективно развиваются, а государственная инфраструктура хереет, потому что объем бюджетных средств недостаточно. Но государство же вправе как-то регулировать свои взаимоотношения с частными компаниями и решать какие-то вещи с налогами и так далее, и потом решать, как тратить эти деньги, получаемые от частных компаний. Ну да, наладить пропорцию. Мы, частные компании, эти налоги платят. Это неизбежно. Есть вывозные пошлины, если это что-то экспортируется за рубеж. Поэтому, если вы спросите у бизнеса, достаточно ли он налогооблагается, то могу вас заверить, что он налогооблагается достаточно. Другое дело, как вот эти денежные потоки, которые собираются от бизнеса, они остаются большая часть на федеральном уровне, часть на региональном, и что-то крохи фактически на уровне муниципальных образований. А основная инфраструктура именно там и сконцентрирована. Жилищно-коммунальное хозяйство, социалка. Ну, в меньшей степени уже практически нет здравоохранения. То есть клубы сельские и все остальное, это там, на том уровне, доходы налоги, собранные из тех же самых крупных сельхозпредприятий, не доходят до низа. Давайте вместе телефонный звонок послушаем. Роман, Псковская область. Роман, добрый вечер. Да, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я хотел сказать, что Псковская область – поселок Дедовичи. Да, в общем, у нас такая ситуация. Больница в катастрофическом состоянии, допустим, на терапии лежать просто невозможно. Ремонт чуть ли не в 70-х, скажем, сделано. Скорых нету. Скорую надо ждать буквально через три дома ехать. Она едет три часа. Морга, как такового, нет. У меня мама не так давно умерла, так это была полная проблема. Зарплаты смешные. Жилье никакое не строится. Хотя, вроде говорят, постоянно деньги выделяются. На села. Животноводство, опять же, говорят, у нас там есть немножко, допустим, в Красногорках, там каких-то коров содержат. Ну, опять же, это, как я понимаю, частники. Зарплаты смешные. 15-17 тысяч. То еще поискать надо коммуналка, как в городе. Если стоишь на очереди на жильете, по-русски говорят, ты не дождешься, потому что у нас вообще ничего не строится на селе. Элементарного бассейна, ни для пожилых, ни для взрослых, вообще ни для кого нету. Хотя, это вещь необходимая для здоровья. Как говорится, и все вот в этом духе. В общем, вот наш район, хотя это партизанский край, хочу заметить. Великую Отечественную войну, наш, ну, вот поселок Дедович считался и сейчас считается. У нас на каждой, чуть ли не в каждой деревне памятники стоят. А толку, все увидят. Вот из АТО, например. Что у вас удерживает на вашем месте? Ну, я живу временно в городе, снимаю. Но купить-то у меня нет возможности, допустим, жилье. Это не в советское время, когда приехал, устроился на завод, и тебе предоставили хотя бы коммуналку. В городе жить, это 20 тысяч отдай за жилье, на питание, на лекарства, так как у меня ряд серьезных заболеваний. Как говорится, не буду перечислять. То есть, я только-только концы с концами свожу. Понятно, да. Ну, и продажа дома в деревне, ну, это сильно не поможет. Только просто потерять. Ну, это ни о чем. Ну, да, раствориться быстро, понятно, да. Да, спасибо. Спасибо вам, Роман. Виталий Вячеславович, мы, насколько понимаем, вы занимаетесь различными инфраструктурными проектами. Вот вспомнил Роман про пожилую родительницу. Скажите, а какая у нас сейчас задача вообще должна стоять в плане будущего деревни? Мы должны думать о тех стариках в деревне, которые сейчас делают все для них? Или уже работать на перспективу и как-то перепроектировать, что ли, глубинку? Может быть, это должен быть какой-то симбиоз город-деревня, чтобы привлекать молодежь? Потому что есть данные, что молодежь послужила из деревни, но это, да, деревни-деревни рознь в этом плане, в плане интереса молодежи. О будущем каждой деревни нужно все-таки смотреть с точки зрения стратегического развития конкретного и региона, и находящихся на его территории административно-территориальных образований. То есть какие-то из деревней вполне могут быть перспективно с точки зрения различного стратегии развития. Ну какие? А это прежде всего, которые в пригороде, наверное, находятся на крупных трассах, мимо которых там проезжают потоки? Ну подождите, почему вы привязываете к трассам? Если там развивается сельское хозяйство в том или ином виде, животноводство, растеневодство, зерноводство, понимаете? То есть вот даже коллега, который звонил, он как раз и говорит о том, что есть частники, у которых что-то получается. Поэтому здесь мы говорим о том, как нам развивать социальную инфраструктуру на селе. Потому что вот эти денежные средства и налоги, которые идут от коммерческих компаний, работающих и зарабатывающих, они где-то, ну большая часть в недрах государства теряются. Но это означает лишь, что тогда на селе эти коммерсанты, которые там живут, они должны непосредственно вовлекаться в развитие этого места. Ну конечно по силам. Ну вот смотрите, Виталий Вячеславович, у нас есть дальневосточный гектар, он испробован, какие-то результаты уже есть. Почему бы нам, например, не распространить на европейскую часть такую программу? Чтобы, ну у нас куча же заброшенных деревень, чтобы эти участки отдавать по такому же принципу, под условия поддержания там жизни. Ну вы не забывайте, что у нас ситуация с Зауралом и вот далее туда, с точки зрения пустынных земель, гораздо более актуально, чем если мы возьмем европейскую часть России. Там все-таки найти пустующие и не находящиеся в частной собственности земли не так прост. Но в тех случаях, конечно, если вдруг мы находим заброшенные муниципальные, заброшенные деревни, сельские поселения, то почему бы и нет, это отличная мысль, и я горячо бы ее поддержал. Вот попросим Владимира из Ленинградской области чуть-чуть подождать, просто пока далеко не ушли. Продолжу вот тему с развитием и каких-то проектов, которые могли бы поднять село. Сразу ваш комментарий там, где хорошо развито сельское хозяйство. Но много раз мы говорили с экспертами о том, что уже просто не нужны такие крупные предприятия, как были раньше, там колхозы, совхозы, которые занимали все население в округе. Производство автоматизируется, людей нужно гораздо меньше, во-первых. Во-вторых, у нас просто страна большая, и не везде сельское хозяйство возможно. Какие еще есть рычаги для поднятия села, все-таки кроме сельского хозяйства у нас? В любом случае, исторически считается, что люди, находящиеся ближе к земле в данном случае, они занимаются все-таки в большей степени сельским хозяйством, животноводством в том или ином виде, все вокруг этого. Если вдруг мы, если у нас интернет дошел и до, высокоскоростной интернет дошел и до всех сельских деревень, поселений, то тогда можно говорить о том, чтобы и удаленно развивались и различного рода специальности, которые можно, услуги можно оказывать удаленно. То есть, пожалуйста, те же программисты, лекторы, чего бы то ни было, учителя, обучение у нас активно развивается. Поэтому здесь тоже можно... То есть интернет фактически сделал глобальную возможность оказания услуг и развития каждого человека в отдельности. Поэтому в этом направлении никто никак не ограничен. Владимир, мы надеемся, дождался нас Ленинградская область. Спасибо, что дождались. Слушаем вас. Добрый день. Строить фермы, чтобы у этих ферм были магазины в районных центрах, в областных центрах, чтобы сбывать продукцию. Село должно жить. Строить там дома культуры, строить все заново надо выстраивать. Село умирает. Честно говоря, сердце кровью обливается, когда смотришь на эти деревни. Там просто мертвая зона. Вообще все люди пытаются убежать куда-то в город. Я вот ехал, три девочки ехали с Новогородской области в Ленинградскую. Я говорю, вы что делаете? На работу едем. Я говорю, а что вы, у вас там работы нет? У нас, говорит, даже не устроишься этим, продавщицей по блату, говорит, не устроишься в деревню. Вообще ничего нет, никакой работы. Вы призвали бизнес вернуть. Так в том-то и дело, что он там есть, просто помощи от него никакой. И частники делают на этих же территориях очень хороший бизнес, просто никакой помощи нет. Раньше было по-другому. Как раз о селе беспокоились крупные сельскохозяйственные предприятия. Форма несколько изменилась. Виталий Вячеславович, как вам кажется, как нужно изменить пропорции по налогам, что уходит в федеральный центр, что остается на селе, чтобы все-таки в селе денег было больше на развитие? Какие налоги, может быть, нужно оставлять на месте? Мне кажется, что изменить сложившуюся систему налогообложения и тот механизм распределения и выравнивания бюджетов между субъектами Российской Федерации, это достаточно малореалистично. Я бы все-таки предложил сконцентрироваться на том, о чем коллега на самом деле справедливо сказал. Не трогай бизнес. Бизнес, он или придет, или не придет. Я считаю, что здесь, конечно, в селе нужно делать определенные такие инфраструктурные якоря, притягивающие или удерживающие население. Ту же самую современную школу, тот же самый клуб, дворец культуры. То есть вот в социальные объекты нужно дополнительное внимание государства на них. Оно оказывает, но недостаточно, потому что иначе явный вот этот провал такой инфраструктуры в селах, и мы видим вот эти пустые села ни одного человека, если только пожилые люди. И второй момент здесь важен, чтобы тот бизнес, который там работает, как маленький, так и крупный, он чувствовал свою такую корпоративную социальную ответственность за эту территорию. И понимал, что не только ему нужно зарабатывать там барыши, но и понимать, что по этой улице, в этот дом культуры пойдут его дети. И им тоже должно быть комфортно, как и его соседям. Виталий Вячеславович, очень коротко, вы сказали, что помощи это недостаточно, наш телезритель так до конца не понял. Цифры запомнились, но ответа он так и не услышал в этой получасовке. Вот эти больше 200 миллиардов в сумме на поддержку всяческих сельских программ, где они, что они, почему не работают? Или это так кажется, что это много? На самом деле, просто все равно деньги маленькие на такую программу. А так кажется, что много. Так кажется, что много. Потому что, когда мы начинаем ровным слоем размазывать на всю нашу гигантскую территорию, и начинаем понимать, что вроде бы казалось, что там два с лишним миллиарда из последних в Единой России какие-то деньги дополнительно выделили. Ну да, и там из них два с чем-то на что-то там. И получается у нас там фактически более 20 субъектов, на которые выделяются эти деньги. То есть, условно говоря, на субъектах получается по 100 миллионов. 100 миллионов – это даже не маленький бассейн. Понимаете? То есть, как бы нам ни казались огромными эти цифры, но когда мы начинаем видеть десятки тысяч объектов, нуждающихся в реконструкции, то в большинстве своем у нас не получается их нормально реконструировать. И поэтому вот этим тонким слоем размазано, и получается, что дыры в окнах, но при этом зеленые красивые стены. Классно, спасибо. Очень доступно. Спасибо вам огромное. Виталий Максимов, кандидат экономических наук, председатель Совета директоров Транспроекта группы о будущем деревне. Мы говорили. Оставайтесь с нами, впереди большая тема. Да, будем говорить о доходах. Что с ними стало за время пандемии? Говорят, сильно упали, сильнее, чем в мире. Говорят, больнее всего по нам это ударило. Будем разбираться. Есть разные данные.